Ты кто такой сидит? Ну, Тима, сынуля! Поразительно жизнерадостный ребенок, дарящий улыбки всем вокруг. Тимоша Курапов, ему всего 9 месяцев. Непоседа малыш любит читать, уже танцует. Желтоватый цвет лица – единственный внешний признак серьезной болезни. В семье, говорят, врачи не сразу смогли найти причину, и тогда родные малыша стали действовать сами. Платно ко всем врачам, и чтобы вот именно нам, чтобы лечить ребенка, надо же знать диагностику. Мы его покрестили накануне, 9-го числа мы крестили, 10-го мы уехали. И вот неделя вот такая новость. УЗИ выявило образование в почке. Медики сошлись в одном. Большинство признаков все-таки указывают на опухоль Вильямса – врожденную и крайне опасную. Опухоль злокачественная надпочечников. То есть УЗИ данные не показывают точную опухоль, то есть почки, либо надпочечники. Семья Тимофея едва пришла в себя, как повторный анализ. Спустя всего пять дней заставил взять себя в руки и искать выход. Опухоль стала намного больше. Было 79 на 56, то здесь у нас уже получилось, что у нас 81 на 70. То есть она у нас в объемах выросла на сантиметр, то есть в среднем. Мама Тимофея Регина говорит, что прооперировать ребенка здесь некому. Опытные врачи в отпусках. Семью направляют в Москву. Но нужно подготовить документы, дождаться их одобрения. Недели ожидания, которых у ребенка может и не быть. Мама мальчика сразу отбросила надежду на скорый вызов в столицу. И уже завтра везет Тимошу в израильскую клинику, где через пару дней его ждет операция. Стоимость лечения 3 миллиона рублей. Семья уже объявила сбор средств для спасения их сына. Я не могу ждать. Правда, я не могу ждать. Это мой выбор. Никто не вправе считать меня осуждать за это. Я сделаю все, чтобы он был здоров. Неважно. Я очень хочу, чтобы люди это помогали. Я знаю, что собирают какие-то средства. И что это правда. Это на лечение. Ни в кое-никуда. Я хочу, чтобы мальчик был здоров. Помочь малышу может каждый. Сейчас на экране вы видите номера карт, куда можно перечислить любую сумму. Семьи Тимофея Курапова верят, что их не оставят в беде. А еще, что свой первый день рождения в сентябре малыш встретит здоровым. Анастасия Дорога, Николай Шилко, информационный канал «Город».